В советское время строгие отцы называли своих сыновей бабами, имея в виду, конечно, не отсутствие первичных половых признаков. Недостаток взрослости или несоответствие неким стандартам настоящего мужчины, например, длинные волосы, обтягивающие штаны, казались почти смертными грехами. Сейчас все наоборот. Можно быть 30-летним мужчиной гетеросексуальной ориентации и при этом выглядеть как собственная сестренка-первокурсница. Улицы городов заполняют люди без ясных признаков пола. Люди эпохи унисекса. Так что такое унисекс и во что он может превратиться? Мужчины, как звезды караты, девочки эмансипет. Вначале я хотел сказать не то, что во что может превратиться унисекс, а во что он уже превращается, в принципе, потихоньку идет. Сейчас в Австралии появилось такое вот в паспорте, когда указывают пол мужской, женский и неопределенный. То есть как анекдот. Деревь? Начали регистрировать деревья? Нет, в том-то и дело. Самое крутое проявление унисекса пошло в том, что человек не определился. Это лобби, понимаешь? Есть определенное у них в Думе какое-то лобби. Гей или каких-то меньшинств. Ну вот неопределенных. Ну хорошо, давай приступим уже к беседе. Я хотел бы сказать, даже отметить, что в любом случае это какое-то нападение, да? Потому что твоя позиция что с собой заключает? Что женщина, да и мужчина в том числе, да? Да. Сейчас не соответствует. Мужчина не должна быть женщиной, а женщина не должна быть мужчиной. Ну хорошо, давай разберемся. По твоему мнению тогда, в чем сейчас женщина похожа на мужчину? Или что именно тебя так пугает? Ну начнем, в общем, что меня так именно пугает? Хорошо, вот эта фраза мне тоже очень нравится. Начнем с того, что предназначение главной женщины, ну данной ей там сверху, да, это рожать и воспитывать детей. Сейчас в основном все с этим не согласны. Но рожают по-прежнему детей. Да, но почему у нас тогда падает рождаемость? Падает рождаемость, она не только у нас. Она как падала, так и падает. Ну женщина, ну это истинно. Во всем мире, хочешь сказать? Да, во всем мире. Кроме ислам. Во всей Европе. Исламские, конечно, страны. И Китая, и Индия. Китай тоже нет. Китай только по инерции. И в Америке растет рождаемость. Ну там тоже. Рождаемость в странах третьего мира, да, растет. А в остальном мире, где женщина, скажем так, эмансипирована, да, чересчур, это плохой процесс, да? Потому что мужчина отходит на задний план, безусловно. И женщина от того, что вот ей делать, понимаешь, нечего, ей действительно надо становиться сильнее, потому что эта ниша не занята мужчиной. Она становится сильнее, начинает за мужчину выполнять все его функции. Естественно, дети отходят на задний план. Но даже при этом они рожают, понимаешь? Просто не все женщины добиваются успеха. Но те, кто добиваются, они в состоянии своих детей прокормить и так далее. Женщина в первую очередь думает даже больше, чем мужчина, о том, чтобы ее дети выжили. Мужчина думает о том, чтобы они появились больше, 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 а женщина, чтобы они выжили, понимаешь? В этом все разница. Поэтому женщине это тоже страшно. Я это понимаю, но я этого не наблюдаю. Вот в чем дело-то получается. Что-то не наблюдаю. Я этого не вижу, чтобы женщины хотели, как и в прежние времена, как в Древней Руси, как, допустим, в Древней Европе, чтобы они хотели много детей нарожать, чтобы у них, допустим, заниматься ими, воспитывать. Они сейчас хотят быть бизнес-леди, бизнес-вуман, как сейчас приняты. Они хотят носить джинсы, курить, коротко стрижься, пить, принимать наркотики, играть в рок-группах, выступать там в видах спорта тяжелых, которые не связаны с этим. Вот что они хотят. Знаешь, почему? Потому что этого всего хочет мужчина. И женщина всю жизнь шла за мужчиной, потому что ей жутко необходимо внимание мужчины, понимаешь? И она идет в ту степь, понимаешь, и занимается тем, чем занимается мужчина, чтобы оказаться в его круге общения, в его круге интересов. Она там оказывается, она занимается этим же, понимаешь? И все. Но футбол женщины не стали больше любить? Почему? Я очень люблю футбол. Только ты одна. Ну хорошо. Ну здрасте. Но не будем переходить на личность. Но футбол больше они любить не стали по-прежнему. Нет, они знают, что они не стали больше любить. Они не стали больше любить, когда приходит мужчина, его друзья, они наливают себе алкоголя и сидят, и на нее внимания не обращают. Если бы ты посадил ее, если бы привил к ней любовь к футболу, больше стала бы любить. Сказала бы Миня, вот смотри, вот это вот Рональдо бежит. Да, да, она бы, конечно, не так, вот, фол, там еще что-то. Она бы не разбиралась так сильно, она бы говорила, о, тот симпатичный, а, он тот молодец. Тут тогда пропадает другая грань вот этого, то, что футбола, то, что это уже не болельщик. Если он будет сидеть, это объяснять просто равнодушно. В том-то и дело, что не будем сейчас с вами, боже, дар... Саша, либо мы протягиваем женщине руку, либо нет. Хорошо, мы говорим сейчас все-таки об унисексе. Ну, давай. Футбол, это футбол. Женщины, хотя, тоже играют в футбол. Ну, ну. Хотя на них никто не ходит, посмотрите. Так в итоге. Так в итоге. Во главе женских проблем в плане унисекса стоит мужчина. Это отрицать невозможно. Даже в одежде, как в одежде, так в поведении и во всем остальном. Предлагаю посмотреть сюжет, вот насчет одежды как раз. Каким образом в женский гардероб попали мужские детали? В годы Первой мировой войны женщины вынуждены были осваивать мужские профессии, где без брюк и комбинезонов невозможно было обойтись. Пиджаки, жилеты, сорочки, галстуки, куртки – эти элементы мужского костюма постепенно перекочевали в женский гардероб. Самыми известными обладательницами таких гардеробов были Коко Шанель, использовавшая мужской костюм для занятий конным спортом, и звезда Голливуда Марлен Дитрих. Другой знаменитой актрисой, предпочитавшей мужской стиль в одежде, всему остальным была Кэтрин Хепберн. Удивительно, но слегка измененные вещи из мужского гардероба порой выглядят очень сексуально и притягательно. А некоторая доля агрессивности при этом не отталкивает мужчин, а наоборот привлекает. Примером может служить костюм Лайзи Миннелли из кинофильма «Кабаре». Черный жилет, прямые шорты, шляпа-котелок, галстук-бабочка – все элементы из мужского костюма. Но как сексуально? В СССР брюки были узаконены в женской моде с середины 70-х годов. Это Маша-птичница. Ее маленькие пушистые друзья сразу узнают ее в этом простом, красивом платьице. Тогда же в Европе произвел фурор женский фраг, созданный и в Сен-Лораном. Впоследствии еще многие мужчины-модельеры внедряли в женскую моду элементы мужской одежды. Женщинам оставалось либо следовать этой моде, либо нет. Но раз уж ее создают мужчины, женщина доверилась. Однако последние два года на подиумах все чаще стали появляться девочки, похожие на мальчиков. И наоборот. Андрогенные тенденции набирают силу. Модный тренд «Лайкмен» под названием «Джинсы бойфренда» уже закрепился в модном дениме. Это слегка висящие на фигуре модели джинсы. Очень актуальны в 2011 году. И хотелось бы поругаться, но виновники опять мужчины. Весеннелетняя коллекция Пола Смита – это полная победа андрогинности. Жан-Поль Готье в весенней коллекции для Хермес создал модели женских костюмов по мотивам одежды жакеев и ковбоев. А в летних коллекциях различных дизайнеров на девушках преобладают майки-алкоголички и боксерские трусы. Вот таким образом, видишь, в итоге, оказывается, ругаемся мы мужчины, что женщины ходят как мужчины, а сами мужчины и прививают в моду женщины какие-то мужские детали. Но некоторых модельеров я бы не стал называть громким словом «мужчины». Ну, это ладно, это отступление. Почему? Нет, это не отступление, это как раз. Ну, потому что они не натуралы просто. А почему они натуралы? Это не мужчины? Это женщина их сделал не натуралами? Да, любая женщина не против. Ну, я не знаю, кто их сделал натуралами. Даже если они сами, понимаешь? Главное, что ответственность лежит не столько на женщине, сколько на мужчине. Правильно, ты поэтому и говоришь, вы все привыкли складывать ответственность на мужчин, а сейчас так идет, что уже надо привыкать к тому, что раз у нас так вот все, допустим, идет унисекс, что пора уже ответственность брать на себя вам, тогда раз, если вы хотите. Как и получилось, Саш, да, так и есть сейчас, мы берем на себя всю ответственность. Но смотри, например, назови мне хоть одну известную женщину-полководца, назови мне хоть одну известную женщину-композитора, назови мне хоть одну известную женщину-художника. Понимаешь, женщине... То есть вы не выступали ни в творчестве, ни в военных подвигах. Ну-ка, здрасте, философов женщин очень много, и писательниц. Очень много. А писательниц, конечно. Ты не знаешь, да ты просто не интересуешься. Не интересуешься. Нет, я не говорю за попсу низкую. Я говорю за интересных, хороших авторов. Я тебе просто насчет полководцев. Слава Богу, что в женщин не было никаких, понимаешь? Хотя тоже. В древних временах может быть кто-то и был. Тем не менее. Это не женские качества. Но вы же уже хотите и эти качества взять. Вы же уже министр обороны в некоторых странах. Есть министр обороны женщины. То, что мы хотим, мы взяли, Саша. Все остальное не надо нам придумывать, что мы это берем себе или хотим это брать. Женщина в априори существо нежное, доброе и так далее. Когда мы становимся другими, это только из-за того, что мужчина где-то, понимаешь, надломил что-то в женщине. Это факт, понимаешь? При всей самостоятельности женщины она почему-то всегда во главе становится мужчина, во главе ее жизни, понимаешь? Ее горе, ее радости и так далее. Все равно, как бы вы не хотели нам ткнуть лицом, что мы там негодяйки стали и так далее, мы вас как любили, так и любим. Это факт. Это я знаю. Но просто хороших мужиков, как ты говоришь, осталось все меньше и меньше. Это факт. И женщины вследствие этого тоже меняют. Так вы их не рожаете просто хороших мужиков. Вот и все. Вы их не рожаете. Вы их не рожаете. Вы должны воспитывать и рожать. А мы будем их кормить и содержать. Знаешь, что женщина не может воспитать сына? Не может. Не может. Должен быть отец. Найди себе мужика, роди. Ну это я, допустим, говорю просто, к примеру, женщину. Возьми, роди себе мужика. Что в твоем понимании мужик? Понимаешь, есть одна проблема у женщины. Из-за ее иммонтипации. Да, она есть. Она хочет, чтобы он был с квартирой, с машиной. Обеспеченный. Все остальные, допустим, не мужики. А все с квартирой машины обеспечены, все уже изменили, заняты. А 2000 лет назад что было? Женщина хотела, чтобы была пещера, чтобы у него была сила убивать мамы и так далее. Сейчас это все заменилось. И все. Чтобы была квартира, пещера, куда прийти с детьми. Шкуры эти, да, чтобы одеть. Или там машины, чтобы их возить в детский сад и так далее. Все просто поменялось. Мир, к сожалению, развивается. Была всегда кастовость. Допустим, вот женщина, если она видела, что пещера, так там другая женщина живет, так она, допустим, не с пещерой, а с пещеркой находила себе мужика. Там, допустим, не с пещеркой, а с шалашиком. А сейчас каждая женщина, вот она только вот выросла, то есть стала соображать, она хочет себе мужика, вот этого принца на белом коне. Она не видит всех остальных. Я тебе хорошо. Я тебя поняла. Я тебя поняла. Я с тобой согласна в большинстве своем. Сейчас, да, действительно, женщина так и делает. Это не совсем правильно, потому что надо увидеть потенциал в мужчине и пытаться его развить, потому что как мужчина обязан женщине протянуть руку, так и женщина обязана протянуть мужчине руку. Но, тем не менее, я тебе говорю дальше. Идет время, женщина развивается, да, и вся проблема, есть даже выражение, не помню, кто его сказал, вся проблема в том, что я встречаю мужчину уже с багажом, понимаешь, нажитого, со своими интересами, со своими друзьями, со своими достижениями и так далее. Я хочу не меньше мужчину. И, к сожалению, как говорят, женщина развивается быстрее, чем мужчина. Она и в этом плане развивается быстрее. Я не могу, при всем моем желании, что я действительно хочу мужчину и так далее, даже не будь у него квартира и машина, я бы хотела, чтобы он был достойного интеллектуального уровня, достойного образования, достойного поведения. Это все, что в нем присутствовало, понимаешь? Не просто мужик, который запилил, перепилил. Не просто это. Этого недостаточно. Это сейчас не идеальный мужчина. В этом вся проблема, наверное. А кто что-то будет строить, если все мужики будут только интеллектом заниматься? Кто же тебе дом-то построит? Он даже гвоздь не забьет. В твоем женщине понимает, что это реснички накрасила, сидит, варит. Это женщина? Это идеальная женщина? Почему? Она должна быть образованной. Она должна быть девочкой, пока она выросла до своего 20-летнего возраста, она должна учиться и образовываться, потому что детей воспитывать будет она. И она должна им дать начальное образование. А мужчина не должен образовываться. До 20 лет я считаю, что у женщины... Мужчина всю жизнь должен расти. Да, правильно. И женщина должна всю жизнь расти. За ним, понимаешь? Потому что с неинтересной женщиной никто не будет жить. Да, тоже за ним согласен. Но не так сейчас, как у нас получается. У нас получается совсем по-другому, что женщина вот выросла, смотрит, так, с ровесниками общаться не буду, они все бедные, так, богатые, хорошие, общается, общается с ним, блин, он оказывается женат, он меня обманывал. Так, ну уже все, мне уже ниже нельзя, никуда надо такого искать. А потом, оказывается, вы все женаты. А мужчина как? А мне уже 35. Люблю эту, но, блин, она у меня умнее, она у меня успешнее, коза, я же не могу себе это успокоить. Женюсь на той, которую не люблю, или уйду к той, которая и так мной довольна. Я таких не видел. Нет таких. Понимаешь, это практически повсеместно. Ну, не знаю, я таких не встречал лично. Вот, кстати, мы сейчас просто от унисекса опять отошли. Я теперь хочу сказать, что сейчас он, да, считается, что унисекс, он сейчас стирает различия между мужчинами и женщин. И если в моде, вот в твоем сюжете, в моде, это не вызывает никакого опасения. Я даже рад за моду, я очень люблю модный унисекс. Так вот, то в психологическом плане, вот это, по меньшей мере, не культурный унисекс. Я вот провел опрос, просто сказал, скажите, как вам приятную, симпатичную девушку, да, на первый взгляд? С короткой стрижкой, в мужских обвисших брюках, джинсах, да, сигареты в зубах и с манерами сантехника. Вот приятно вам с такой девушкой общаться, на нее смотреть? Да, Юга, да. Давайте посмотрим. Я отношусь к тому, что сейчас стирается грань между мужчинами и женщинами. Женщины там носят джинсы, да, мужскую одежду, коротко стригутся, там, курят, позволяют себе ругаться матом. Мужики там тоже некоторые, наоборот, там, потращиваются, там, не знаю, ногти, там, маникюрсы делают. Вот это в конец секс, в каком-то относится? Я отрицательно. Все. Так же отрицательно, не вижу в этом ничего хорошего? Ну, я тоже отношусь к этому отрицательно. Вообще сейчас мир очень сильно изменился. И вообще хочется об этом, конечно, очень много поговорить. Но мой ответ отрицательный. Вообще к этому относитесь? Нормально. То есть нормально, что они курят? Да, не хай. Я против курения, конечно. Курение, конечно, было хорошо. Сейчас мужчин больше не курят, чем женщин. Чем же есть. Да. Я считаю, что, ну, это нехорошо, ну, во-первых. Во-первых, это неприлично. Ну, мне реально это не нравится. Я считаю, что это некрасиво выглядит. Женщина в любой ситуации должна оставаться с женщиной, быть женственной. То есть то, что так происходит, крайне плохо. Все. В общем, как мы убедили сами, да, из десяти опрошенных только один сказал, что, в принципе, это нормально. Понимаешь, в чем суть? Репрезентативность здесь не присутствует, на мой взгляд. Потому что ты задал заранее с негативной окраской. Если бы ты сказал, как вы относитесь к самостоятельной, самодостаточной женщине, вот это был бы факт, и это было бы правильно. Понимаешь, тогда мы бы выслушали честный ответ. А сейчас ты ему заранее сказал. Это то же самое, что к женщине. Подойди и скажи, изначально скажи, как ты относишься к настоящему, сильному, уверенному, самодостаточному мужчине, она тебе скажет, да, отлично, а потом подойдешь и скажешь, как ты относишься к чуваку, который не стирает носки, грязный, не бреет. Ну, у меня не было такого, у меня вопрос был, в джинсах, в джинсах, в обвиши, да, все вообще ходят в обвиши, в унисекс, это нормально. С сигаретой и с манерами сантехника, таких много очень. Ты придал окраски. Придал окраски. И даже один сказал, даже один сказал все равно, что нормально. Ему не верю. Я ему верю. Либо он обижен женщинами. Вот сейчас я с тобой разговариваю и думаю, да, мужчине всегда, мне кажется, практически всегда есть потенциал, да, либо нет его, но тогда виноваты родители, что не создали в нем почву. Но вот здесь женщина должна выступить первой, она должна дать уверенность мужчине, что у него все получится и так далее. Неважно, у всех свои примочки, она должна идти навстречу. Но ты понимаешь, что не всегда получается это сделать. Женщина идет, идет, а мужчина этого не видит, и мужчина все потом замыкается, и у меня не получается, там алкоголь и все прочее. Нужно плохо раскрывало его. Ну, конечно. Ты почему считаешь, что кто-то один ответственный? Я считаю, что ответственны оба. Но вообще, в принципе, не надо так вот все делать. Надо искать настоящую любовь, тогда только создается семья. А не так, как сейчас. Почему ты это сказал? Не, к тому, чтобы, допустим, не было унисекса. Чтобы именно такое, как сейчас не получается, как у нас сейчас получается. Если мы с тобой пытаемся выяснить, отчего появился унисекс сейчас, мы должны прийти с тобой к какой-то категории. Я абсолютно считаю, что мужчина нишу свою освободил, и поэтому ее начала занимать женщина. Только поэтому это происходит. Из-за войны. Из-за войны. Это я знаю. Война закончилась. Но пройдут столетия, я думаю, что мужики опять возьмут свое. Судя, как это происходит. Нет, я думаю, столетия пройдут. Был уже такой опыт. Был опыт при Александре Македонском. Тогда ты помнишь, что это вообще считалось, что мужчина с мужчиной, это хорошо. Прошло же. Жуть, жуть. Цивилизации таким умилают. А потом были два столетия, когда было все по-другому. Сейчас у нас два столетия пройдет, что опять, да. И я думаю, что через два столетия все будет нормально. Это разваться. И все мужчины будут мужчинами, а женщины будут женщинами. Я предлагаю сейчас в конце передачи просто послушать мнение психолога, а нам с тобой попрощаться. Ну, я тебе последнее скажу, что если бы мы были животными, да, в животном мире жили, то многие женщины бы просто не рожали уже давно. И все. Потому что выживал бы сильнейший. И они бы смотрели. Просто сейчас многие женщины идут на компромисс сами с собой. Потому что, ну, вот мужчина не дотягивает пока. Посмотрите. Посмотрите. Я думаю, что это выбор каждого человека. С одной стороны, в подростковом возрасте, когда молодой человек решает, кем он будет, каким он будет, кем он будет не только по специальности, но и, в принципе, каким он будет человеком. Какие черты характера ему свойственны, какие ему хочется показывать и какие ему хочется в себе воспитать. И здесь иногда приводят в пример такой анекдот, что у мужчины спрашивают, кто у тебя родился, мальчик или девочка? Он говорит, не знаю, вырастет, сам решит. То есть в подростковом возрасте начинает все это закладываться. С другой стороны, когда взрослый человек все еще играет в подростка, у него все еще не закончен этот подростковый бунт, допустим, у него уже есть свои дети, но он сам еще одевается как подросток, здесь можно уже говорить о неком искажении личностного развития. То есть почему взрослый человек ведет себя инфантильно, то есть незрело.